Своими глазами Народу в принципе мало Ничего не мешает от этой рынке Соблюдение всех санитарных и генологических норм И задействовать все это Чтобы люди как начали работать и получать какую-то копеечку Потому что в противном случае, я не знаю Дальше так продолжаться не может, извините А если все-таки не откроют рынки, вы что будете делать? Я думаю, что не только я А масса других людей, которые находятся в Молдании И в Бельцах, они все встанут И начнется, скажем так, очень большой какой-то митинг Скорее всего, будет митинг протеста Ну, скорее всего, просто произошло из-за того, что Люди не были информированы в общем деле Ну, в прессе появилась информация уже 3 дня до этого Да, она появилась 3 дня до этого Но сейчас, получается, появилась одна информация о том, что собираются люди сегодня Другая информация о том, что люди будут должны собираться завтра Вот в общем дело Вы боитесь штрафов, которые вам могут наложить плюстители закона? За что? За то, что вы собираетесь в протест В общем, во-первых, мы не собираемся в протест Мы вышли сюда непосредственно для того, чтобы, скажем так, вы высказали свою точку зрения Во-вторых, скажем так, мы собираемся больше 3-х Возле меня увидится больше 3-х человек Мы не разрешаем никаких законов Вы можете соблюдать, допустим, социальную дистанцию? Безусловно! Почему? А что мешает непосредственно собраться нам на определенной группе области человека И находиться друг от друга на расстоянии порядка 10-ти метров? Абсолютно Абсолютно Но против вас, без закона имеют политические школы Вы не скажете сейчас, что люди с вами захотят наложить? Нет права наложить страх Никаких оснований нет Я на самом деле, в основании здесь После этого нету более 3-х человек Я выражаю свою точку зрения У нас же демократическое правовое государство Так, вы думаете, что мы демократичны? Ну, теоретически, да, практически не знаю Конечно, большой Мы платим с фронта и выплатим у меня, работают у меня, я за них ночью И доходов никаких нет Мы не пришли сюда ругаться Мы пришли просить о том, чтобы нас услышали И правительство как-то помогло нам Если, допустим, такая ситуация, то хотя бы помогло нам Потому что действительно тяжело Просто всем надо жить, насколько можно А люди сколько денег в товар вложили? Нет, ну, я вообще не понимаю Помощи никакой от государства Сидите третий месяц дома Это как? И соц.мог полностью платите Да, 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 я была, да Это не только соц.моги Все налоги надо платить Это невозможно Вот мне просто интересно спросить господина Кику На 2775 можно прожить? Два с половиной, по-два с половиной На период ЧП? На период ЧП Ему нужно дать эти деньги Пусть он живет Так надо вернуть их за патент на зал Это не просто вам дали популяции Пусть он живет, да Он же умный получается Где-то там это вот в степи, чтобы никто его не... Так он же там заявил Кику на какой-то пресс-конференции Уже сказал, что не исключено Да, малый бизнес вообще не копейки не платит Дорговые центры, маленькие предприятия не копейки Говорите по одному, пожалуйста А и так уже базары что остаются там это вот Они вообще не уходят Они пустые уже это вот Пустые базары Мы ждем за полчаса, если пройдет какой-то человек И мы молимся, подойдет он к нам, не подойдет А о чем мы говорим? О чем мы говорим сейчас на сегодняшний день Когда нас загнали просто в угол Они издеваются и больше ничего Я так считаю Господин Кику, он думает, что у нас тут в Бельцах Я не знаю, может быть это не Кишинек Но в Бельцах точно на рынке людей у нас очень мало Но за счет того, что мы каким-то образом имели свои покупатели Мы выживали за этот период А сейчас что нам делать дальше? Господин Додон говорил, что всем патентообладателям будет 2775 лев Сейчас когда идешь на почту Если у вас есть РЛЭ Вы платите соцфонд Значит не по патенту Значит вам не положено 2700 Как нам дальше жить? Вот скажите, как нам дальше жить? У нас есть дети дома есть У нас 4 человека семья Что дальше? Если нет никаких ресурсов Как дальше жить? Сделять всю страну Бельцы и Кишинев Запрещать торговать А по всей стране открыть рынки Как это так? Что в Бельцах и Кишиневе не те же люди? Почему так происходит? Я хотела спросить даже господина Додона Который мы его выбрали И господина Кику Зачем манипулировать народом Когда нету такого вируса Как они его описывают Нету Мы сидим Мы сидим в квартирах Мы больше себе набиваем болячек Мы сидим без воздуха Без солнца Без ничего А они зарабатывают за нас Денежку А нас уже завели в такой страх Как будто там такой вирус Что вы меня извините Я считаю Что то что народ выбрал Его надо Чтобы они ушли В отставку В отставку Вот вы продаете на руки? Да И еще я хочу спросить Значит как У них там неполадки в Кишиневе С этим базаром Мы то при чем? Пусть нам дадут и откроют наш базар Мы не имеем ничего такого Там не могут поделиться А мы хотим работать Нету Они всегда говорят Сидите дома А для того чтобы сидеть дома Ты мне принеси денежку Я что должна Сидеть в доме и грызть стены Или как? У своих детей как обычно говорят А у вас дети Да Извините Но у детей есть свои дети И я не могу у них просить Вот у меня сын Трое детей маленьких Десять Шесть и девять месяцев Он может меня обеспечить? Я считаю нет И Что вы бы хотели передать президенту И этой комиссии Которая вас глава Чтобы они ушли в отставку Нам таких людей не надо Но если люди будут умные И когда будут выборы Их не надо выбирать Это не Они для народа ничего Да он когда были выборы Он знал где дверь находится Знал Заходил Так Ой Обещал золотые горы Где они? И все? Придать Вы же его выберете Выберите Никто не будет Я думаю выбирать Вы же выбрали Что вы обижаетесь? В магазинах Что там вируса нет в магазинах? Ну да А на базаре есть Он пришел ко мне За покупкой Хорошо Я что прыгну в объятиях И буду целоваться с ним? Нет Ну и что он обещал? Я считаю что Это неправильно Потому что Если у человека Сердечный приступ Он умер от него Или там еще что-то И что? Потому что так не делается Они Что было обещано Практически Не исполняется И мало того Мало того Мы Чувствуем Мы чувствуем просто Что наши права сейчас ущемляются Каким образом? Я считаю что Не выпустив На рынок Рабочих рынков Они тем самым Создают условия Для того чтобы Те люди Которые имели Единственный источник заработка Обрекают Эклоническое существование Но это с одной стороны С другой стороны Где справедливость? Везде все рынки открыты Кругом открыты А центральный рынок Бельси Кишинева закрыт И тем самым Создается еще большая Эпидемическая ситуация Ведь люди Которые вышли На улице После карантина Им некуда деваться И у них нет возможности Для выбора Они идут в супер Гипермаркеты Там хоть и большое пространство Но на рынке На рынке Этот народ распределялся Там свежее пространство Свежий воздух Они могли Сделав выбор Более дешевую продукцию Приобрести Причем на свежем воздухе А сейчас народ Который вышел на улице Он Просто не может пойти на рынок И идет в эти супермаркеты И тем самым Еще больше набивается Туда Как серди в бочку Они Этими указами Просто загоняют Людей В эти душегубки Это очень несправедливо Мало того что Может быть там где-то Какие-то интересы у них Я не знаю Но я знаю точно Что люди сейчас там Позаражаются Еще в большей степени Чем на рынке Так они стараются Так они стараются И вот именно этот момент Я не знаю почему Так против народа Идет наша власть Именно этот момент Очень вопиющая Несправедливость Это надо решать Нам все вместе Как-то говорить об этом Чтобы они услышали там Они думают Они как будто находятся На каком-то Недосягаемой высоте Они могут спуститься Себе на землю Посмотреть чем дышит народ Если сегодня Если сегодня Это решение не будет принято То Или принято Не в пользу открытия Рынков и так далее То Тогда мы уже выйдем На более так сказать Организованную Акцию протеста Причем Акция протеста Будет нормальным С соблюдением дистанции Норм карантина и так далее Будет все по закону Блокатами и так далее Чтобы люди видели Что здесь творится Просто Очень большая несправедливость Нет никакого карантина Нету Нету Карантина нету А есть только вид Нет Есть 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 официальный карантин Есть официальный карантин А карантин официальный есть Но Он чисто для галочки Вы понимаете В чем все Конечно нет У нас дистанция будет На работе Один метр У нас здесь нет Никого нет У нас дистанция Это нормально И нас никто не имеет права Заташковывать Я нахожусь в маске В маске Позади меня никого нету Нету О чем вы говорите Какой штраф Они не имеют права дать штраф Пускай людям дадут работу Пускай откроют рынки Пускай Потому что мы вложили деньги Многие вложили деньги В свой товар Пускай люди Пускай открывают И дадут людям работу Потому что мы уже не можем сидеть дома У нас нету денег Реально нету Чтобы сидеть дома Все надо оплатить Другой нужно кружу приносить Все платят Извините меня Откуда брать деньги Откуда брать Пускай они Я думаю может они задумаются Из того как мы собрались здесь Пускай они просто сидят там Пускай они немножко включат мозг И поработают А если они делать медленно? Будем уже принимать медленно Будем думать Что делать дальше Возьмите меня в больницу Чтобы я заразилась коронавирусом И сдохла там Я хочу посмотреть В больнице есть коронавирус? Нету там ничего Только обман 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 Вот возьмите меня в больницу Я буду ухаживать за больными Я буду это самое У меня детей нету У меня никого нету У меня куска хлеба дома нету Все Дайте мне работу Если кто-то поможет Дайте мне что-нибудь Оставайтесь пожалуйста дома Избегайте общественных мест Заживайте дистанцию Не два метра От других людей